Художники, они практически волшебники, могут пересаживать деревья, переставлять здания, поэтому мы можем сами немного передвигать и делать более выгодный ракурс. Так, ну и вот все линии в эту точку мы сводим, чтобы она смотрелась. А здесь у нас здания, расскажите, они похожи? Да, поэтому когда я рисую, вот по своим фотографиям изначально я старалась делать так, чтобы было максимально похоже. Сейчас уже подхожу от этого и стараюсь делать так, как... Я тоже ходила на них в мастер-класс, там надо было рисовать образу, по-моему, или наоборот, но ничего наоборот случилось. Нарисовала, что хотела. Ну вот, как мы, как мы, как мы, как мы рисовали, все это, как мы художники рисли по-разному. Ну и вот здесь еще, получается, на фотографии шпиль чуть ниже. Бывает так, что объекты, они спорят друг с другом, когда на одинаковой линии. На одной линии. Вот здесь, мне кажется, я наоборот, она мне покажет свою зону. Да, я акцент сделала на этой часовне. Мне такой вариант больше нравится, чтобы она была от центра. Сейчас тороплюсь, я бы на самом деле вот здесь немножко еще сюда вбок вбрала. Ну, вот это еще чуть-чуть. Да, часовня еще бы сюда чуть-чуть перебила, чтобы вот здесь расстояние было поменьше, а здесь побольше. Я уже перерисовываю зону. Просто так, в ходе работы часто замечаю, что можно было перейдеть. У меня часто бывает такое, что я перерисовываю. Ну и просто для себя вот горизонтальные разметки сделаю. Горизонтальные, вертикальные. Чтобы можно было потом несколько окошков, и потом несколько камней можно уже будет выделить. Ну и не везде их одинаково, то есть где-то прописать более поярче, куда будет взгляд бросаться. Остальные так разметки делают. И не забудьте еще в конце вот, кстати, на этом каменном ограждении, здесь еще такие как красивки. Можно просто ручкой такой рисовать. Карандаш очень удобный, он идет с амортизацией и очень вероятно, что поломается. И вот прям здесь я все в куче смешиваю. Сверху более темный цвет. И потом к ней ввозу. Чуть-чуть оставляю, я готова, возможно, будет закрасить. Ну и слишком много просветов тоже не оставляю, чтобы они не перетягивались. Желательно работать прям быстренько. А воду потом, да, будете делать? Вот я сверху заливаю и постепенно спускаюсь в место. Чуть-чуть поинтереснее небо, еще вот поменьше к тесточкам. Туфлиц не совсем подходит для такого формата. Смотрите, я вам привыкла с размахом на одно и второе ровно. А это конкретно какое место? Это шпиль там. Какое-то место, это вот мы проплывали просто на катере. Там напротив церкви как раз вот в речку. Там напротив церкви как раз вот в речку. Ну вот здесь получается плавно я делаю переход, то есть если цвета будут смешиваться, уже здесь не так критично и наоборот даже нам на руку. Только с этой стороны можно потемнее, чуть-чуть брать какой-то синего добавлять. Направо низкие проспекты, там он параллельно идет. Как мы смотрим, так низкие проспекты, только километров 300. Пусть они здесь перемешиваются где-то больше, поубеживаются. Куда-то прям как разоватый. Давай на иголку даст спинку. Егор, позовешь? Ну получается, чаще всего я как раз делюсь на работе сверху. Постепенно выполнилась. Здесь также обозначила саму суркушку. Задний фон. И я уже была даже в хайтичном порядке смешиваю то, что у меня на палитре есть. Так мягко сейчас смотрится. Стоит, наверное, чуть-чуть поярче делать карандашный рисунок, потому что у меня периодически бывает не видно самого рисунка. И вот на этом заборе на ограждение тоже варьировать цвет от бежевого к такому бордолану. С одной стороны его чуть-чуть потемнее. И теперь переходим в воду. Сверху я делаю смешение этой краски уже с голубым. И вот плавно заливаю. То есть нам надо будет залить этот мис. Я на этой работе покажу. Вот здесь много получается. На самой фотографии, на самом деле, там не какие-то цвета, но я не люблю добавлять от себя. Чтобы сочетать эти цвета, они должны присутствовать в разных частях картинки. И тут уже больше инкровизации. Здесь будет еще отображение. Чем ближе к нам, тем больше голубого. Чем ближе к нам, добавлять больше синевого цвета. Это разного цвета. И получается вот эту синевую мы будем давать за счет теней, рисуя волны. А подложка она пока живописная, разноцветная. Чтобы работа получилась не скучной. Вот в эту сторону я тоже добавлю бирюзовый. А потом уже по сухому добавляем? Ну, в какие-то моменты я начну рисовать еще по-владнему дальние волны, чтобы они были мягкими. А акцентные волны спереди, на которые нужно обратить внимание, их уже по сухому. Когда я на большом формате работаю, я не подсушиваю. Потому что бумага уже успевает подсохнуть к этому моменту. Ну и здесь даже передний план стоит сделать по насыщеннее. Потому что перспектива. Чем дальше, тем менее насыщеннее цвета. Ты ближе, ты по-быстрому. Это начать первый этап. Вот, собственно, туда подложка готова. И постепенно я сейчас начну рисовать воду. Пока вот эта часть еще не подсохла. Очень важно прописать дальние. Для этой работы нужно взять синтетическую кисточку. Потому что с белки будет капать и получатся некрасивые потеки. и кисть, чтобы была уже такая высухая. Практически один пигмент и мало воды. Начнем рисовать. Чем дальше, тем менее явнее. Волны тоже можно добавлять не только синий цвет. Ботовый цвет. Чтобы все эти цвета, они как бы перемешались. И создали такой гармоничный цвет. Сейчас мы отделяем воду от убортика. Тоже не явно, не везде одинаково. Где-то после нее будет толще, где-то тоньше. И вот как я говорила, пятна большие. Средняя, поменьше. Чтобы волны были разного размера. Иначе будет некрасивая потекция. Сейчас волна сможет с такой мягкой. Может даже не придется подсушивать. Сейчас я ждал. Проконент. Ну и все, на самом деле сыровато. поэтому растекается. Сейчас попробую делать сверху, там должно уже подсохнуть больше. И тоже с волнами желательно не приборщить, лучше меньше чем больше. Хочется прорисовать все. Свет чередовать минимум. Где-то покороче, где-то их больше. Вот висят эти картины, все ваши, да? Нет, здесь выставка творелистов в Сибири, из больше 50 художников представили свои картины. Вот, если какие-то места сильно растеклись, их чуть позже можно более сухой кистью выписывать. Еще по краям желательно не делать таких прям явных волн, чтобы внимание в крайне утекало, а весь акцент делать ближе к центру. Вот у нас как раз композиционный центр, это вот эта башенка и здесь. Ну, конкретно здесь главная волна башни и тени. Башенку я еще буду прорисовать, например. Эта часть обычно такая неостативная. Можно включить голову. Здесь находятся темные звания, поэтому с этой стороны желательно затемнить и водичку, потому что идет как бы отражение. Делать больше темных фон. Делать больше темных фон. Как раз хочу добавить еще серую пеню, чтобы потемнеет свет здесь. Делать больше темных фон. Ты смотрим на форму волны. И вот эти воды получились расплывчатые, можно теперь по еще осенью подсохшему слою добавить каких-то акцентов. Будет не совсем четко, потому что не совсем по-сухому, но разбавлять. Вот опять же большое пятно, сверхнее и меньше. Потом после высыхания можно будет совсем четко подсохнуть. Сейчас кисточка со сердцевым борцем, да? Угу. Можно еще чуть-чуть брызг сделать, чтобы расслабить. Здесь можно водой, ну и тут уже подсохло, чтобы фактура камня показалась. А сейчас, мне кажется, нет необходимости. Сейчас, мне кажется, еще недостаточно подсохло. И если вышепнуть, может все поплыть. Еще здесь можно прописать по мокрому часть камня. Можно взять кисточку с острым кончиком, чтобы какие-то детали уже были более четкие, а с краев можно вот уже сейчас. А здесь уже подсохло. И еще более четкое получается. Ну, как бы по центру логично, да? Слишком притягивает внимание. Так. Еще я сейчас по мокрому сразу несколько окон поставлю, чтобы они тоже были разные. Детализация. где-то уже по сухому. На самом деле, подсохла. Сильно. Спасибо вам. Пожалуйста. В столок я пойду. А как-то смочить это уже нельзя? Можно будет. Ну, вот для этого надо подсушить лист. Мы сейчас подсушим и детали сделаем по сухому. Ну, вот какие-то моменты можно будет смачивать. Так, вот я сейчас, то есть понять надо мне еще. Наверное, чуть-чуть море домучаем. И будем сушить. Это речка, да? Да. А здесь более темная краска. Вот здесь другие краски использовали? Или она высохнет? А здесь был и нотреновый из детской палитры, который сейчас уже не пускает. Вот у меня и нотреновый лайт, но он больше в культомарину. И по идее здесь можно уже добавлять в стали, волны какие более четкие. здесь я чаще всего уже рисую какие-то вещи из головы если рисовать то такого эффекта не получится по яркости? тяжело будет намешать такой густотый цвет то есть это надо будет прям долго возить ну и чем меньше формат тем проще рисовать цвет, а на большой вот ну все, сейчас будем сушить то есть здесь я даже не беру сильно тонкую кисточку, самое главное это чтобы у кисти был тонкий кончик и одной кистью можно нарисовать всю работу это рублев синтетическая кисточка удобнее с ними ручками? это не принципиально, мне просто удобно чтобы кисть ворсу кисти было побольше тогда получается свободней вот здесь еще каких-то пару акцентных москов и все думаю воду уже мочить не надо вот какое-нибудь темное пятно сюда просится все, чтобы уже не замочить а верх сейчас прорисуем по сухому ну целевода она ведет себя по-другому и там не будущие слои могут смываться это плохо, то он будет испытывать сюда слои ну когда будем смачивать, слои никуда не берут а он целый розовый не будет разметить ну что было? ну что было не так? ну что он не так сказал? ну что это очень важно умеет иметь так ну да, мы говорим потому что это не плохо, потому что они в себе розы они в себе не знают у нас целевода мне нравится какие-нибудь быстрые работы цветы вот что в один слой делают ну все, давайте сейчас уже к финальной прорисовке перейдем можно на самом деле и вот этой кисточкой пусть мне тоже синтетику чуть поменьше будет удобнее прорисовать детали вы не заморачиваетесь на чистую воду ну если большой формат и необходимо смачивать здесь я уже буду без переходов такие детали, что у меня такая вода не помешает то мы когда рисуем обычно два стакана с водой одну чистую и два глаза используем мы перерисовываем теневые части так как чтобы показать свет мы рисуем тень вот разные скопления окошек чтобы это не смотрелось знаково здесь можно показать эти поребрики чтобы выделить забор на доступе вот вот и вот 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 Продолжение следует... 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 о чем-нибудь острым ножом куском пластиковые кисти карточки можно даже крашкой я пришел хуже но я правильно понял значит сначала вы наносите белый свет потом голубенький а потом все темнее и темнее сначала я смачиваю весь лист прикрепляю делаю подложку начиная сверху сразу рисовываю небо ухожу вот здание и на воду делаю заливку более светлыми оттенками и потом плавно начинаю рисовать карандашику используйте чтобы нанести здание вот эти вот мне кажется уже можно остановиться